Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читаем Евгений Бразов, Пушковский Седьмого мая Сегодня мы приезжаем в Иркутск Все та же еще не начавшаяся весна Без свежей растительности С посохшей прошлогодней травой С обнаженным корявым лесом Необъятное пространство, которых хватило бы на десятки миллионов людей И почти ни одного места, где бы хоть один человек мог поселиться Надо этот хлам еще вырубить Или выжечь, выкорчевать Или ждать, когда пни изгниют Длинная, большая работа ни одного поколения А пока это какой-то выставленный для просушки на весеннее солнышко хлам Какое-то разоренное в конец имение Плюшкина С перегнившим и сожженным лесом Заколдованное имение, из которого вот уже восемь дней никак не выйдешь И кажется, что едешь все по тем же местам По-прежнему нет никаких новостей Самые свежие везем мы Как будто попали мы все на необитаемый остров Чем ближе к цели, тем глуше, тем меньше признаков войны Волнуется Петербург, а Москва уже гораздо тупее реагирует Как и более близкая к столицам провинция А здесь, в глубине Сибири, здесь вековая тишина Сидим до трех часов ночи, ждем Нижнеудинска Чтобы узнать, нет ли новых телеграмм В станционном буфете сонный лакей Запертый киоск с книгами Сквозь стекла виднеется иркутская газета от 5 мая Продавщица спит, заявляет лакей Отчего она вам не оставляет ключей? Беспомощно спрашивает Сергей Иванович у лакея Мы бы вот купили Она проснулась бы, а денежки уже ждут ее А так и шкаф спит, и она спит Ведь верно, а? Право, посоветуйте ей Хоть не для нас, для других Мы все для других А днем читали телеграммы? Да, читали Не слыхал о чем? Нет И не спрашивал? Не наше дело Отвечает равнодушный лакей Входит заспанный телеграфист Ну вот, интеллигент Скажите, пожалуйста, вы не читали сегодняшних телеграмм? Нет, отвечает телеграфист А вчерашних? Нет, не читал Сергей Иванович спрашивает со всем упавшим голосом А позавчерашних? Тоже не читал Сергей Иванович без помощи наглядывает публику На платформе мы окружаем начальника станции Читали вы сегодняшние телеграммы? Нет, не пришлось Я, видите, выписываю газеты на городской адрес Вот кончу дежурство Последних новостей не слыхали? Как же? Восемь брандеров потопили наши Еще? Когда вы читали? Да когда? Вчера Откуда телеграммы? Испорт Артура Как? Ведь прервано сообщение Уже восстановили Но опять ведь прервали? Нет? Ну и слава богу Облегченно говорит Сергей Иванович Совсем еще дети Два молодых гусара, которые сели к нам в Омске Им весело Постоянно о них охочут Рассказывают друг другу что-нибудь смешное Иногда пьют шампанское И тогда смеются еще больше Их возраст С небольшим двадцать Оба симпатичны и красивы Особенно тот, что в коричневом мундире с золотым шитьем Так их ходят все время в мундире Голубые глаза Русый На губах чуть пробивается пушок Идет торопливо Точно боится, что не дойдет Как ходит в качку Их мало интересуют сложные вопросы Но однажды По поводу какого-то замечания Один из них сказал Разве может быть какое-нибудь сомнение Что мы будем в Токио И там подпишем мир Никакого Ответил его товарищ И протянул свой бокал Чтоб переехать в Токио Нужен флот Скромно заметил Скоревившись доктор Но ведь мы же посылаем Балтийскую эскадру Разве может быть сомнение Что она не победит Никакого Ответил его товарищ И опять чокнулся с ним Если у командующего Шестьдесят тысяч уже есть Да окопы А это еще удваивает А у них и сотни не наберется Вы читали, может быть Исторический роман Готье Называется «Сестры солнца» Издание Трачевского Из шестнадцатого века Японии Историческая подкладка Этого романа верна Так вот Там интересные данные есть Во время междоусобной войны Одна из воюющих сторон Собрала в течение месяца Трехсоттысячное войско Это в шестнадцатом столетии И только одна сторона Какое войско Умирали, как и теперешние Стоя С тех пор Двести лет прошло Прибавилось и народу Да и судов транспортных Имеется Тысяча штук В раз могут поднять Тридцать тысяч А может быть и больше Притом же Люди энергичные Скоро уже полгода Как возят они войска Ну вот и скажите Что же они возят По-вашему? Ну, хоть и возят войска Ну, что такое японцы? Я один убью десять японцев А у командующего Шестьдесят тысяч таких Все как один И они уже доказали Как один против десяти Дерутся Никто не сомневается В доблести русских войск И никаких доказательств Для этого не требуется Молодые друзья Весело чокаются За наши доблестные войска Они никого не подчуют И пьют только сами Позвольте и мне присоединиться Улыбается доктор И протягивает свой бокал Ура! Позвольте и еще один тост За молодость За бесшабашную веру В свое дело Ура! Поезд с размаху останавливается Предпоследняя станция Приносит сегодняшнюю телеграмму Наконец, новость Два японских броненосца Пошли ко дну Ура! И по вагону-буфету По всем вагонам несется Ура! 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 Весело и незаметно Проходит последний переезд Много тостов провозглашено Все веселые и радостные Все вместе Точно вдруг узнали друг друга И узнали, что это все Свои близкие люди У которых один язык Всем одинаково понятный Черт побери! Оглядывается Сергей Иванович Сплю я или не сплю? Все здесь в каталажке За каталажку же, господа! И все смеются А доктор встает Да, и за каталажку Где обнажается уже без всяких Прикрытий все та же вечная Одна, единая душа человека Душа, всесильный магнит Неотразимо притягивающий И намагничивающий Выпьем же за душу Нашей каталажки Сергея Ивановича! И я хотел бы, господа Чтобы расширились стены Этого вагона До границ нашей Родины И великий магнит Любовь к Родине Соединил бы нас всех В одно целое Ура! И с веселыми криками Ура! Среди безмолвия ночи Поезд останавливается На станции Иркутск И во всех глаза Смотрят с платформы На этот веселый поезд Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание «Товарищество Маркс» 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok